всем доброе утро меня зовут наталья тренинг менеджер компании кьюти сегодня мы поговорим о бренде ладор а завтра говорим о бренде массив в это же время по этой же ссылке пожалуйста заходите это повторяющаяся конференция в это же время в 10 часов о массив сегодня говорим о ладор так как у меня чат открыт вы можете сразу писать свои комментарии вопросы возражения все что вы хотите высказать вы пожалуйста пишите в чат я буду сразу же оперативно это читать и вам отвечать на вопросы ладор увидите такое французское название здесь смесь нескольких слов сейчас не упомню что точно но там смесь и золото и уход в общем это такая игра слов которые обозначают что-то французское что-то про бьюти и что-то про уход просто красивое название этому не будем большое внимание уделять больше уделим внимание именно самому продукту ладор себя позиционирует как бренд который предлагает несколько линеек для домашнего ухода в том числе которые можно использовать как в салонах красоты так и дома то есть вне зависимости от того каковый продукт возьмете вы получите потрясающий результат будто бы в салоне красоты а если это делают профессионалы такие как вы то результат конечно будет еще лучше то есть позиция такая что покупая бренд водор вы всегда получаете великолепнейший результат с индивидуальным подходом конечно же они говорят о том что косметика максимально натуральная безопасная не тестируемая на животных не содержит никаких вредных сульфатов парабенов некоторый продукт на самом деле с сульфатами то есть все те требования к покупателю которые есть чтобы косметика натуральная безопасная не вредила бы экологии этому всему бренд ладор и соответствует ладор по моему самый известный корейский бренд по уходу за волосами и честно сказать подделываем будет потом дополнение такая презентация покажу и вам скину если что эту презентацию как отличать где подделка где не подделка подделывают страшно и поэтому чтобы быть уверенным что ладор вы покупаете оригинальный покупайте только у официальных представителей кьюти является эксклюзивным официальным представителем ладор поэтому мы гарантируем что здесь все настоящее никаких подделок где-то покупать на маркетплейсах по подозрительно низкой цене это уже рисковать и под себя просто просто подводить по деньгам скажем так вот эта линейка будет так называться домашний уход хотя здесь вполне себе салонные и объемы огромные объемы и сами формулы салоны давайте потихонечку разберем конечно мы начинаем самого-самого популярного шампуня самого известного шампуня это шампунь кератин лпп он есть в разных формах он есть и в мини версиях есть вот в таком объеме это 530 миллилитров на самый популярный объем есть маленькие бутылочки где 150 миллилитров есть огромные такие пауч пакеты там по-моему литр если я не ошибаюсь то есть самые разные варианты упаковки вот этого шампуня неспроста он самый продаваемый его продают десятками тысяч десятки тысяч отзывов этот шампунь по составу он натуральный он профессиональный натуральный не содержит сульфатов силиконов красителей минерального масла бензофенона никаких других рядных веществ здесь есть комплекс лпп 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 можно так так благодаря которому он и популярен вот это вот три буквы лпп мы много где их встретим знаете что за волшебные такие буквы почему всегда хорошо эти буковки встречать знакомы с комплексом лпп комплексом липопротеиновый комплекс он расшифровывается и на очень многих корейских брендах брендах не только ладор стоят эти три буквы это как бы гарантия того что вы получите потрясающие волосы после использования любых масок тритментов шампуней каких-то средств с лпп липопротеиновый комплекс липиды протеины и кератин то есть это такой комплекс который имитирует здоровый волос если волос переженный окрашиванием осветлением какими-то термическими воздействиями химическими процедурами то есть волос стал пустой кутикула вся приподнялась и волос ничего не задерживает ни влагу ничего вся вот он вот такой стопорщиной вот лпп комплекс он содержит три вида белка это коллагеново растительное и шелковое протеины шелка это как раз протеины липиды то есть жиры здесь очень много липидов это масло жажаба авокадо эвкалипта лаванды органы то есть то что запечатывают кутикулу и кератин делать волосы идеально гладкими я конечно не образец идеальных волос что выросла то выросла уж будем гордиться тем что есть но когда мы используем на любых волосах окрашенных натуральных стекловидных пористых сухих пудрявых какие-то средства с лпп у нас вероятность того что волосы получат идеально красивый результат очень высокая поэтому эти шампуни и тритменты очень популярны вот этим и оправдывается этот шампунь нужно ли использовать каждый день тут неоднозначно зависит от того какой волос если например волос с тонкой металлу такой вот тоненький как бы немножко детский комплекс лпп за счет того что он очень насыщен может немножко перегружать такой волос но если волос окрашенный эмилированный с каким-нибудь аэритач с каким-то уже воздействием то лпп комплекс точно пригодится раза два в неделю в виде шампуня либо в виде маски вот этот шампунь органический подходит для самой чувствительной кожи головы потому что он безопасный любые шампуни корейские вообще любые это прям железное правило у них всегда используется два раза то есть сначала мы ставаем основную грязь кожи головы потом уже моем собственно полотно волос поэтому не все шампуни когда вот в таком гигантском объеме они оправданы не просто так потому что всегда в той же корее в азии принято намыливать голову два раза так же как в профессиональных салонках потому что мало кто из потребителей в домашних условиях намыливать голову два раза будем честны единицы так делают кто-то делает кто-то делает обычно так быстренько-быстренько помылил и бегом смыл вот и конечно такая же маска вот видите каких только упаковок нет есть в объеме 150 530 паучь упаковки это очень интенсивная маска она салонного уровня подходит ну наверное для 90 процентов клиентов покупателей можно наносить на почти сухие волосы чтобы максимально напитать особенно кончики она можно носить на самый убитый блондом волос когда вот вообще ничего в живого простите не осталось и просто восполнить напитать сделать волосы человеческими здоровыми и очень красивыми эта маска супер хит и вот даже честно она не нуждается в каком-то представлении потому что она работает вообще на всех типах волос но опять же скажу из личного опыта вот эти буковки лпп они волшебные но нужно учитывать что если волос натуральный не окрашенный и тем более тонкий перегрузить перепитать такой волос очень легко поэтому используем именно как тритмент когда встречаем слово тритмент это именно маска лечения то есть воспринимаем на тонких волосах как лечение один раз в 10 дней наверное достаточно потому что есть еще масса средств для таких волос чтобы поддерживать и не перегружать волосы а если волосы очень повреждена такая маска может служить обычным кондиционером бальзамом на каждое мытье после каждого мытья для того чтобы просто волосы были рассыпчатыми хорошо расчесывались не электризовались опять же здесь нет никаких вредных веществ нет никаких силиконовых масел спирта ничего такого это вот супер хиты ну прям вот про них можно даже долго не рассказывать они сами за себя и кстати вот что поделывают на них и будет пример презентации про поделки вот на этом слайде я специально вам сделала такую выборку информации об этих продуктах какая выгода для покупателя вашего клиента какие активные компоненты какие особенности продукты потом вы когда презентации отходите вот эту памятку вы можете посматривать и говорить какие особенности чтобы уже озвучивать почему этот гидро лпп уход такой потрясающий так у нас есть два очень интересных шампуня и чтобы с ними не запутаться я вам покажу опыта вот смотрите вот такой шампунь он тоже в двух объемах я просто показываю большой 900 миллилитров кислоты шампунь профессиональный бесчелочной шампунь для поврежденных волос идеально для окрашенных для окрашенных у кого особенно яркие цвета рыжие красные оттенки которые очень быстро вымываются такие холодные шоколадные которые сразу приобретают ружину вот этот шампунь за счет очень низкого ph будет держать окрашивание есть еще вот такой шампунь про него чуть позже и тот и тот acid shampoo вот этот шампунь который с бирюзовой как бы надписью максимально вам просто рассказывать содержит еще и органовое масло поэтому будет очень оказывать глубокое питание то есть вот этот шампунь идеале для окрашенных волос у него низкий ph 4 5 он не будет за счет высокого щелочного потому что здесь нет щелочи вымывать краску поэтому такой шампунь для волос не окрашенных не поврежденных я бы выбирала с осторожностью потому что нет потребности в таком низком паше тем более что у ладора огромный выбор из чего можно на чем можно остановиться вот этот шампунь все-таки останавливаться то что он идеально для окрашенных и соответственно такой же без щелочной кондиционер точно таким же низким ph 4 и 5 очень низкая кислотность он не на каждый день если волосы не повреждены это точно сто процентов есть и мы возьмем на вот такой вот обычный тонкий волос такой же кондиционер он не сделает наши волосы лучше потому что составе очень много этого гидролизованного шелка который напитывает волосы этот шампунь покрывает волосы защитной пленкой поэтому используют до процедур каких-то ботокс для волос и они на окрашивание химические какие-то завивки до процедур и после идеален по моим людей для осветленных очень осветленных когда вот супер супер светлые волосы либо для интенсивно окрашенных там где есть чтобы поддержать очень важно кислотность кондиционера конечно вот эти продукты хорошо работают в паре но учитывайте для какого клиента вы рекомендуете данную пару потому что у них очень узконаправленное действие следующий шампунь сейчас сейчас перемотается секунду вот здесь если что особенности продукта вот эти вот шампунь тоже асид шампунь тоже с кислотный очень похоже да пожалуйста вот покажу просто когда они на полке вы их очень легко можете перепутать и там и там паш 4 и 5 и там и там асид шампу и кажется что это одно и то же особенно когда торопишься покупать клиентов много как раз тот шампунь или не тот разные шампуни вот шампунь который с голубой такой синий надписью он идет для очень жирной кожи головы он убирает жирность он убирает лишний грибок малосези все мы знаем да при фиксы малосези которые живут на поверхности нашей кожи головы если плохо их вымываешь они там устраивают такой шабуши размножаются кожа головы становится еще более жирная становится перхоть и так далее много-много неприятно поэтому очень важно выбирать шампунь правильно по типу кожи головы не столько по типу волос сколько по типу кожи головы вот этот шампунь убирает все излишки загрязнения стайлинга все что на коже головы накопилось именно очень сильно освежает вот этот шампунь идеально для жирной кожи головы прям супер и конечно за счет того что он кислотный он будет волосы блестящими знаете раньше в трену опалкивали волосы уксусом волосы блестели были красивые потому что уксус эта кислота когда низкокислотные вещи они всегда дают такой блеск очень красивый здоровый эффект для волос вот этот шампунь поэтому совсем другой если тот для окрашенные с бирюзовой то вот этот вот для жирной кожи головы разные шампунь но при этом он не будет полотно волос сушить очень интересный шампунь это как раз для тех когда жирные корни и сухие кончики что выбирать иногда непонятно хочется и то и то либо здесь пересужишь либо здесь пересушишь либо здесь не домой commissions а здесь напитаешь вот этот шампунь как раз то та самая золотая середина, которая подойдет очень многим, кто окрашивает волосы и не знает, чем ухаживать за кожей головы, а чем ухаживать за семи полотном волос, чтобы все было в балансе. Вот этот шампунь про баланс. Вот его можно уже использовать регулярно. И, соответственно, такой же кондиционер, тоже с кислотами, оказывает термозащиту для сухих и поврежденных волос, тоже великолепно. Я вообще не сторонник того, чтобы покупать шампунь и кондиционер из одной серии. Потому что не может быть так, что если у меня жирная кожа-голова, то у меня и жирные сами волосы. Волосы вообще не могут быть жирными. То есть если я, например, пойду сейчас выкручусь в активный плот, кожа-голова останется жирной, а волосы будут суперсухими. Я не могу пользоваться шампунем-кондиционером, например, с ахакислотами или с каким-то там компонентом. Мне нужно будет выбирать индивидуально для кожи-голова один шампунь, а для полотна-волос совсем-совсем другой. Поэтому всегда мы подбираем индивидуальный уход в зависимости от того, сейчас в каком состоянии находятся волосы. Шампунь для волос бессиликоновый. Так, у меня здесь он не все на столе есть. Вот этот шампунь, он очень интересный. Он не содержит силиконов. Почему-то многие покупатели боятся силиконов, считают, что они утяжеляют волосы, потом волосы выпадают. Много всяких таких страшек. В силиконах ничего вообще плохого нет абсолютно. Но вот эти вот страхи, которые в интернете, может быть, распространяются еще что-то, они действуют на покупателя. Поэтому многие покупатели смотрят, чтобы не было силиконов, не было никаких таких компонентов. Силиконы прекрасно компонентны, тем не менее. Вот здесь нет ни одного силикона. Бессиликоновый шампунь не подходит для пудрявого метода, для волнистых волос. Потому что когда волос волнистый, сухой, он легкий, как облако. Если силиконами переборщить, и действительно там вот волос такой становится тяжелым. Ну вот данный шампунь как раз подходит для пудрявого метода. Он очень-очень нейтральный, балансирующий, очень мягкий, не особо сильно пенится. Но вы все-таки учтите, что когда шампуни такие вот супермягкие, бывает, что если кожа, голова действительно очень жирная, будет ощущение как будто бы непромытости. Поэтому сразу сбегая вперед, скажу, что идеально чередовать для любого человека, независимо от того, какие волосы, какая кожа головы, чередовать 4-5 шампуней. Потому что мы меняемся. У нас в зависимости от цикла может быть разная кожа головы, разное состояние, в зависимости от погоды. Во второй половине цикла у нас голова очень сильно жирнится. Ничего ты не сделаешь. Тебе хочется мыть и мыть, и мыть. А в первой половине цикла она уже более-менее свежая. То есть столько нюансов. И пользоваться только одним шампунем в любое время года, это, ну, классно, конечно, но не всегда срабатывает. Потому что мы меняемся, кожа головы меняется. И чередовать разные шампуни это самое лучшее решение. Так же, как чередовать различные кондиционеры и несмываемые средства для волос. Вот этот шампунь очень мягкий для тех, кто любит максимально натуральные компоненты. Потому что здесь, посмотрите, масло камелии, цинтелла, сосна, шелковица. Все для того, чтобы уход был очень мягким. И такой же кондиционер с теми же активными ингредиентами. Честно скажу, он не будет сильно разглаживать. Он без силиконов. Но он будет хорошо смягчать. И здесь расход самого кондиционера будет чуть выше, чем у кондиционеров с силиконами. Потому что за счет вот этих вот масел приходится больше наносить и легко переборщить. Поэтому вот такие продукты, которые вот без силиконовые, они на очень, опять же, узкую группу людей, которые придерживаются каких-то определенных правил того же кудрявого метода. Я думаю, с этим уж методом вы точно знакомы. Если вдруг не знакомы, расскажу. И чтобы вот не запутаться, я сделала такую табличку. Какой шампунь для чего? Вот четыре шампуня. Да, пожалуйста. LPP, который... Сейчас поставлю. Еще раз пройдемся, как резюме. Так, раз шампуня. А где у меня четвертый шампунь? А, который без силикона не сила, да. Так, итак, LPP шампунь, который самый знаменитый. Для самой чувствительной кожи головы, для поврежденных пористых волос, очень глубокое очищение, безопасный, мягкий, мега популярный. Шампунь Асид Шампоу. Защита окрашенных волос. Ой, господи, вот он. Для окрашенных и поврежденных. Такой же интенсив шампуу для сухих и поврежденных, то есть для разных волос. Вот эта табличка, если что, у вас будет, не запутывайтесь. И шампунь, который без силикона, который у меня сейчас нет на руках, он очень мягкое очищение дает, убирает какие-то излишки, загрязнение. То есть это супер мягкое очищение среди всех этих четырех шампуней. Если что, у нас будет по каждому, по каждому, такие таблички, чтобы вам как подсказка, чтобы долго не искать в презентации. Так, я на всякий случай проверяю, хорошо ли вы меня слышите, потому что вы не пишете никакие вопросы. Все ли нормально технически. И вот такая табличка еще по маске. Дай, пожалуйста, эти все кондиционеры. Маску и два этих. Да, спасибо, потому что, знаете, технически вроде все надежно, проводной интернет, но иногда можешь технику подвести. И такая же табличка по маскам. Вот самая знаменитая маска, LPP маска, для сухих поврежденных. Она, в общем-то, делает для волос максимум все. Она заполняет волосы, она имитирует красивый, здоровый волос. У этой маски есть накопительный эффект. Поэтому переборщить с ней, в общем-то, легко. Это имейте в виду, что она такая классная, ты наносишь, а когда делаешь уже четвертый, пятый раз, чувствуешь, что волосы перепитаны и вообще не дают объема. Поэтому вот этот момент учитывать, что эта маска очень интенсивная. Кондиционер, вот этот вот с красной, такой розовой, скорее, крышечкой, он для очень поврежденных, окрашенных волос, для чувствительного кожи. Он держит окрашивание. Его можно использовать до и после процедуры для того, чтобы защитить волосы. Это, пожалуйста, тоже держите в голове, что его не нужно на каждый день, если нет такой задачи и вообще нет такой потребности у волос. И без силиконовый, интенсивный, то есть кондиционер, а я его просто не достала, он тоже с ахай-бхакислотами для того, чтобы сделать очень мягкое такое увлажнение, увлажнение, блестящий волос. То есть вот эти надписи осид, осид, не путайте ни в шампунях, ни в кондиционерах. Вот еще один и очень интересный продукт. Вот она у меня. Это спрей эссенции кератиновая. Она идет от упаковки, у меня с коробкой просто сзади. Это спрей кератиновый для предварительной защиты волос. Его никогда мы не используем в одиночку. Никогда. Вот казалось бы, такой спрей сейчас как на брызгу, у меня волосы будут как в рекламе. Нет, это не такой продукт. Его используем перед окрашиванием, химическим воздействием, осветлением, то есть перед какими-то процедурами. Ни до, ни вместо, ни в качестве средства до укладки. Используется перед процедурами. То есть мы сначала помыли как следует кожу головы. Лучше шампунем глубокого очищения, чтобы волосы почти были сухие, чуть-чуть влажные. Наносим на все поверхность волос, прочесываем, минут 10 ждем, и потом уже делаем процедуру, которую мы планируем. То есть это такой продукт чисто салонный, конечно, либо для тех, кто делает окрашивание дома. Кто-то осветляется дома, кто-то эмилирование делает. Ну, есть у нас экспериментаторы. И чтобы вот не было пережженных сухих кончиков, вот такая штука очень даже не помешает. Но я считаю, что это должно быть в руках профессионалов, потому что это очень интенсивное воздействие. Если ты его неправильно воспользовался, ты получишь очень странный результат, разочаруешься, скажешь, что тебе продали подделку и вообще, что это за ерунда. То есть это такой продукт, если я возьму на свои обычные волосы стекловидные, побрызгаю, я перегружу кератином так, что потом буду его вымывать очень-очень долго. То есть такому волосу, который не будет сейчас подвергаться никаким процедурам, ни к чему усиливать и без того тонкий стекловидный волос с кератином. Это будет утяжеление, это будет ужасный вид. Поэтому вот когда покупатель думает, что он сейчас купит классную кератиновую эссенцию с протеинами и с кератином, он может получить вообще очень сильно разочарующий его результат. Поэтому такой вот момент. И этот кератин бывает в таком виде, бывает в мини-версии, такая маленькая бутылочка, тоже шиколка. Сейчас просто у меня ее нет, но она есть в разных видах. 30 милитров и 150, у меня 150. Вот. Поэтому все-таки ладор это тебе не самый простой бренд, очень интересен. Ну и, конечно, супер-хиты, филлеры. Есть вообще такие люди, кто не пробовал ладоровских филлеров. Наверное, таких очень мало. Что это за продукт? Вообще, когда-то ладор был первым, кто выпустил филлеры. Это действительно в хорошем смысле взорвало вообще рынок ухода за волосами, потому что корейцы придумали так много интересных текстур, необычных продуктов именно по уходу за волосами, они нам открыли целый новый мир. Вот филлер один из них. Вообще, филлер, по большому счету, это маска. Это маска для волос, но в виде такой вот жидкости, эссенции, маски, филлеры, кто как называет. Вообще, это маска. По большому счету, это маска, которая тебе дает эффект ламинирования. Ты выходишь с такими красивыми, скользящими, супер блестящими волосами, которые вот действительно будут как в рекламе без всяких кавычек. Будут выглядеть идеально. И тут больше всего затых даже не в том, что какие-то филлеры, а как их использовать. Я знаю столько способов использования филлера, и нет единственного правильного использования метода. Потому что сам производитель говорит, что вот, смешайте один к одному с водичкой, у вас получится такая белая эмульсия, вы наносите это на волосы, уходите 10 минут, смываете. Этот метод работает, безусловно. Но я работаю в корейской ассенции очень давно, много филлеров перепробовала и пробовали всякими способами, разные способы. Самый обычный смешан один к одному. Вот когда мы смешиваем, как мы смешиваем? Берем неметаллическую посудку, выливаем содержимое филлера, он будет сильно пахнуть спиртом, так и должно быть. Кажется, что волосы напились какой-то веселой компанией, когда используешь этот филлер, ну серьезно. Но это пока вы используете. Пока, то есть филлер на лосах. Выливаете неметаллическую посуду, сюда же наливаете воду, обычную прохладную воду, не горячую, не теплую, прохладную. Смешиваете в этой посудинке, начнет образовываться такая эмульсия, ну жижи, эмульсия, кто как называет. И потом вы эту эмульсию наносите на кончики волос, именно начиная с кончика, потому что здесь они секутся, здесь они поврежденные, осветленные, ослабленные, тут уже вообще они никакие. И мы потихоньку продвигаемся к поверхности к коже головы, но не доходим до кожи головы, где-то сантиметр-два не доходим, потому что, если вы на кожу головы нанесете, кожа головы тоже будет очень скользкая, и объема там никакого не будет, поэтому здесь аккуратно, нанесли, замотали как бы в дульку, закрепили под шапочку и ходим ну минут сколько, 20-30. Особо упорные девушки еще нагревают феном, чтобы усилился за счет тепла эффект от филлера, потом мы просто это смываем очень большим количеством воды и получаем вот эти вот невероятно красивые волосы. Это традиционный метод, который рекомендую производить. Как мы пробовали с филлера? Для ленивых, торопящихся. Берешь в душ, вот ты помыл голову, отжал вот эту полотну волос, прям вот так вот из самой бутылочки, не разводя ни в какой мисочке, не дожидаясь, когда образуется вот эта вот эбульсия или жижа, просто взял пожамкал волосы, тут же расправились, распрямились, смыл. Никаких 15 минут никто не ждет. Это для торопящихся. И все равно они сработали. И еще один метод. Это мы пробовали, причем не на моем волосе, который, в общем, не поврежден, а на таком очень выжженном блонде. Волос был очень густой, расход продукта был большой, и волос был абсолютно осветленный, пустой. И то сработал, вот такой метод. Прекрасно сработал, волос все равно был скользкий, красивый, блестящий. Пробовали еще один метод, и он тоже, кстати, очень хорошо работает. То есть мы помыли голову. Лучше шампунем для глубокого очищения, чтобы все остатки стайлинга убрать. Хорошенько помыли. Не наносим ни кондиционера, ни маску, ничего. Посушим волосы. Полотенце с феном практически вот все, они сухие. Вот какая есть мочалка, такая есть мочалка. Берешь вот этот филер, точно так же разводишь один к одному, и начинаешь на практически сухие волосы наносить, точно так же не доходя до, уйдет больше, не доходя до корней волос. Почему этот метод хорошо сработает? Те пустоты, которые после того, как вы высушили волосы, не заполнены влагой, а являются реальными пустотами, там где кутикула очень приподнялась, ее надо бы закрыть и защитить. Вот этот филер, он все заполнит. Нанесли на почти сухие волосы, замотали под шапку и по-настоящему греем минут 10, выдерживаю все это, ждем естественного остывания под шапкой, смываем, и волосы я вам передать не могу, какие красивые. Но это работает только на волосах, которые действительно с проблемной кутику. Если кутикула так и так закрытая, этот эффект, этот метод, вернее, дает очень сильный накопительный эффект. Каждый раз я не стала бы делать, ну, в среднем, каждое третье мытье, может быть, либо вот не нужно завтра вот так блистать на своей свадьбе, на вечеринке, чтобы волосы были вау. Они уплотняются за счет того, что мы нанесли его на сухой волос, становятся очень однородными, послушными, и как ни странно, несмотря на то, что они скользкие, они очень хорошо держат укладку. Вот так можно филер использовать. Поэтому рекомендую попробовать все-таки способы и выявить для вас, ваш индивидуальный, нет единого правильного. То, что говорит производитель, да, прекрасно, но она работает даже вот так. Поэтому пробуйте, смотрите, да, и опять же, ладор это самый подделанный филер. Какие филеры очень похожи на ладор, идут, опять же, рядом, это CP1, конечно же, Farmstay и Massil. я бы поставила больше ладор и Massil, наверное, по эффективности, сложно сказать, какие лучше. Я не знаю, все по-своему хороши, тут надо смотреть по тому, какие именно у вас волосы. Как вы видите, филеры есть такие, индивидуальные упаковки, есть большой, сразу с острым носиком, чтобы вот так вот раз и делать. Их еще называют в простонародье жидкий кондиционер. То есть не традиционный кондиционер берем как кремообразно, напитываем, сидим три минуты, а вот раз чик-чик-чик острым носиком нанес, все распуталось и тут же побежал по своим делам. Для торопящихся, для вечно спешащих идеально на самом деле. Сыворотка для волос, для секущихся кончиков. Вот, она может быть в таком виде, в индивидуальных упаковках, а может быть в большой, в такой упаковке. Это, конечно, продукт профессиональный для очень посеченных кончиков. Это экспресс-средство, когда мы наносим на действительно рыхлые волосы, которые прям вот топорщатся. Это когда вот берешь, так смотришь, а у него как зуби торчат в разные стороны. Чем их укоротить, я даже не знаю, вот подобная эссенция, она очень подходит. Но, опять же, не подходит она для тонких волос, она подходит для густых, плотных, хороших волос, которые бывают, знаете, их и осветляешь, и красишь, и химическое воздействие делаешь, ничего их не убивают, вот такие бывают крепкие волосы, но если перестараться, они топорщатся в разные стороны. Переборщить с этим клеем очень легко, нужно вообще микрокаплю хорошенько растереть и пройтись только по кончикам, никуда к середине полотна мы не двигаемся. Это именно для того, чтобы разгладить волосы, это такой эффект, пока этот кератиновый, кератиновая сыворотка на волосах, она действует очень хорошо, прекрасно укращает волосы. Не знаю, нужен ли сразу такой большой флакон обычному покупателю или клиенту, это больше салонный размер, а для домашнего использования как раз хорошо в индивидуальных упаковках, в маленьких таких штучках, и продавать их, конечно, поштучно, потому что одна вот этих 15 минут как хватит вот так надолго. Шампуни, их много видов, и шампуни, и кондиционеров. Вот эти шампуни и кондиционеры, эти те же самые знаменитые шампуни LPP, которые самые продаваемые, которые самые популярные. Дай, пожалуйста, их. То есть, это вот тоже самое шампунь и вот масочка. Вот тоже самое. Только здесь что изменилось, здесь добавился какой-то потрясающий аромат. Это может быть инжир, вот у меня инжир, это может быть апельсин, или может быть бергамот. Вот у меня здесь апельсиновый кондиционер и инжировый шампунь. Здесь все те же самые достоинства шампуня и кондиционер салкипи, только плюс еще очень приятный шлейфовый аромат. В Корее сейчас уже года два, два с половиной идет сильнейший тренд на парфюмированные шампуни, лосьоны для тела, кондиционеры, кремы для рук. У них сейчас все идет парфюмировано, чтобы ты шел из-за того такой потрясающий аромат оставался, конечно, максимально натуральный, приятный, и чтобы ассоциировался с каким-то дорогим парфюмом. Вот эти шампуни и кондиционеры инжир, апельсин, бергамот как раз парфюмированы, но все достоинства шампуня и кондиционера салкипи комплексом остаются, и все особенности использования тоже остаются. То есть вы учитываете, что такие шампуни и кондиционер очень насыщающие, и может быть не всем они нужны. И опять же на свои волосы такие же людей с таким волосом очень много. И они, если неправильно подбирают, потом выяснили продукты. И еще вот такая версия с асматусом. Это тот же самый LPP шампунь, LPP маска и набор филеров. Просто здесь аромат еще более потрясающий. Это смородины, грейпфрут, лимон. Я не смогу вам передать, насколько это вкусно пахнет, потому что это аромат свежести, я не знаю, весны, какой-то очень дорогой аромат. И они очень хорошо вот эти продукты держат шлейф аромата. Просто это не всем нужно, кому-то не нужно, чтобы вообще аромат оставался. Но вот эти слайды, которые я показала последние три, это все LPP шампуни с ароматами. Имейте это в виду. Просто все так удивляются, что это оказывается тоже самое LPP шампунь. И судя по цвету, думают, что это оттеночный шампунь. Нет, ароматизированные ароматизированные парфюмированные средства. Линейка Wander Clinic. Она не маленькая. Вот вы видите все продукты. Сейчас попробую как-то это в руках уместить. сколько уместилось. Wander Clinic это линейка, когда вам нужно нереальное увлажнение ваших волос. Просто, чтобы они были, я не знаю, как после рая. Чтобы вот они были необыкновенно красивы. Это не на каждый день. линейка. Вот эта вся линейка это курс. Вот вы напитали как следует волосы. Они увлажненные, они какие-то фантастически красивые. Все откладывайте. И здесь очень важно использование верно, потому что эти средства нужно использовать совместно. Не нужно совмещать с какими-то другими средствами ладора или массил. Они используются совместно. Здесь будет тоже отдельный слайд, как их использовать. Шампунь для волос увлажняющего. Он в разных объемах. Вантер Бабл. Да, я живу. Вантер Бабл. Очень увлажняющий. Он настолько хорошо восстанавливает пористые, сухие, убитые волосы. Волосы уже после шампуня идеально гладкие. Потрясающие. Никакой электризации, никакой сухости. Вот это торчать ничего не будет. Красивые, объемные, шелковистые волосы. Иногда кажется, что я не буду никакую маску использовать, и так все в порядке. Очень хорошо, очень красиво. Вот он есть в нескольких объемах. Есть 50 миллилитров такого маленького туба. Есть 250, как у меня в руках. Есть большой объем 600 миллилитров. То есть выбирается в зависимости от того, куда вы этот шампунь, в салон или домой. Вот этот шампунь мега увлажняющий. Переувлажнить волосы тоже можно. Не забываем про это. Вот его обязательно надо использовать с этим бальзамом для волос Вантер Балм. Он тоже бывает в двух объемах. 50 миллилитров бывает 200 миллилитров. У меня 200 миллилитров в объеме. Это экспресс бальзам, который очень быстро возвращает волосам то самое идеальное состояние. Здесь 20 аминокислот, протеина шелка. То есть он сразу дает вот эту супергладкость. Пере Вантер Баба Вантер Тир, она для очень быстрого использования, она очень быстро дает эффект. Мы наносим этот бальзам на 5 минут, на 10 минут, как обычный бальзам можно использовать. И дальше как бы бежим по санктуалу. Но его нужно использовать лучше с бальзамом для волос Вантер Тир. Вот их надо использовать вместе. Сейчас будет слайд подробнее. Можно по отдельности, но можно. Но когда вы попробуете их вместе, это вообще другой эффект, совершенно другой эффект. Вот этот бальзам для волос Вантер Тир, который голубой, он идет не в тубе большой объем, а во флаконе с дозатором. Он дает волосам объем, он действует тоже как ЛПП комплекс, очень интенсивное укрепление, и тоже можно наносить на 5-10 минут. Но вот как надо их использовать. Сначала вы наносите бальзам, смываете, потом наносите вот это вот средство. И в паре они дают вот тот самый нереальный эффект волосы, как с картинки. Вот здесь специально вам этот слайд оставлю для того, чтобы понять, как это использовать. И когда мы используем вместе, в чем секрет? Мы наносим сначала один продукт на 50 секунд. Ну ладно, на минуту. Потом второй продукт тоже на минуту. И получаем просто преображенные волосы. И кому нужно очень быстрый, идеальный результат, кто не хочет даже на филер время тратить, чтобы вот никаких 10 минут, вы можете филер заменить вот этой парочкой. Но их надо в паре брать. Вообще по-другому работают. Просто поверьте, по отдельности тоже будут работать. Они будут работать по отдельности в полсилы. А когда вместе, это вообще другой результат. Их так и рекомендует производитель брать в паре. Для начала можно взять маленькие объемы, которые в тубе 52 мл. Потом уже, если понравится, можно использовать и большие объемы. И в этой же серии рекомендуется вот такая вот сыворотка Мист, которая подходит для самого чувствительного кожи. Хочу сразу сказать, обратите внимание, вот это я только достала из коробки. Кажется, что только на половину лета. Это необходимость. Никто не отливал, никто уже не брызгал. Это сыворотка. Здесь я даже не буду открыть, потому что здесь защита от... Это нормально, когда есть как бы пустое пространство для того, чтобы фазы распределялись нужным образом. Никто у вас ничего не отливает. У многих покупателей впечатление, когда они достают, вы что себе уже себе это куда-то там отлили? Нет. Если продукт будет в тубе или в тубе, в другой тубе, наполнен на 100%, это будет нарушение технологическое, все это выльется и будет совсем не то. Поэтому обращайте внимание, что это норма. Когда вдруг вам будет возвращаться что-то не так, как будто бы с этим мистом. Этот мист подходит для всех типов волос, когда вы можете его использовать. После того, как вы волосы помыли, например, вы по каким-то причинам не любите никакие кондиционеры, маски. Ну вот не любите и все. Любите только шампунем, а потом использовать несмываемые средства. Наносите на морфы волосы, укладывайте. Они, естественно, с термозащитой все эти средства идут. Очень хорошо перед окрашиванием, перед ламинированием, для того, чтобы просто защитить волосы от повреждения. Здесь, слово же, слабо-кислотная формула, очень хорошо он защищает. Здесь гидролизованный шов, поэтому автоматически он будет делать волосы очень блестящими. Этот спрей подойдет вообще всем. У кого путающиеся волосы, у кого очень тонкие волосы, утяжелить этим спреем можно, если переборщить. Учитывайте, что такие спреи, они все очень насыщенные, наполненные. У нас еще будет такой. Поэтому смотрите, вы почувствуете, когда уже хватит, чтобы не переборщить. Потому что ладор это все-таки косметика салонная, поэтому неподготовленный покупатель себе просто создать грязные волосы. Вот. Еще один такой слайд. В чем секрет, когда его наносить, как быстро действует. Кстати, вот что интересно, он не на основе воды сделан, а на основе экстракта облепихи. Поэтому он супер насыщенный, повторяю, и с ним переборщить очень легко. Если вы берете для себя, то вам его хватит очень надолго, даже если у вас густые длинные волосы. Увлажняющая масса для волос. Вот уж что же. Хватит на тысячу лет. 100 миллилитров для самых убитых волос. Он не липкий, оно не липкое, скорее всего, это такая водная косметика. Вообще нет ощущения, что здесь масло. Очень легко распределяется, и вот с ним вы как раз не переборщите, потому что вы почувствуете, что вот она водная текстура, быстро распределилась, нигде не зацепилась, ни за какую кутикулу. Здесь не краситель, не парабенов. Потом просто укладываете волос, как обычно. Это очередная не смывашка. Нужно ли использовать и это, и это, но если только действительно в этом есть необходимость. Я бы ограничилась либо тем, либо тем, потому что масла здесь, несмотря на то, что водные текстуры, они очень насыщенные. Здесь специально используются масла, которые не дают ощущение масла. Тавтология, я понимаю, ну вот масло здесь не масляное, а такое вполне комфортное, хотя оно такое текучее. Здесь очень много различных не смывашек. Что это название не смывашки? Вот есть кондиционеры, которые мы должны использовать после того, как мы помыли голову шампунь, чтобы волосы легко расчесывались. Любой кондиционер закрывает кутикулу, чтобы волосы выглядели прилично. Но есть категория покупателей, клиентов, и она не маленькая, которые не любят никакие кондиционеры. Либо им времени жалко, либо воду, я не знаю, по каким причинам они не пользуются кондиционером. Либо они почему-то считают, что объем волос от этого теряется. То есть они не покупают никакие кондиционеры. Для такой категории есть очень много несмываемых средств для ухода за волосами, так называемых несмываемых кондиционеров. Это все можно отнести к несмываемым кондиционерам. То есть то, что волосы разгладят, волосы не будут путаться, ты их не будешь вырывать при расчесывании, будут делать волосы гладкими, красивыми. То есть действие того же кондиционера, но смывать не надо. И почему-то мне кажется, что несмываемые средства они дольше расходуются, экономичнее выходят. Есть еще вот такая несмывашка, сыворотка для волос. Она очень насыщенная, но при этом имеет водную основу. Смотрите, какой необычный цвет. Это тоже пластик. Очень хороша она для пудрявых и вьющихся волос. Она дает хорошую фиксацию локонов. Я бы все-таки рекомендовала ее именно как раз для вьющихся, для очень сухих волос. У тех, у кого волосы вьются, у них же сам по себе волос сухой. И кутикла какая-то немножко топорщица. И вот этот вот продукт, сыворотка, она будет очень хорошо организовывать. Липкости не оставляет, но за счет того, что как бы дает легкую фиксацию на тонких волосах прямых смотрится не очень. Это опять же сугубо мои наблюдения. Просто, может быть, поделитесь своими. Вот эта сыворотка все-таки хороша для пудрявого метода. Как раз, мягкую волну без эффекта вот забыла. В общем, когда как стекло. И отдельная линейка уход за кожей головы. Сейчас я про нее тоже покажу. Расскажу, что есть из вашего ассортимента. Вот этот шампунь называется Triplex Natural Shampoo. Где-то он не меня не вижу. Ладно. это очень мягкий органический шампунь на основе чайного дерева лимона зеленого чая. Он идеален для проблемной кожи головы. У кого есть перхоть, у кого очень сухая чувствительная кожа. Вот бывает такая кожа головы, которая на все реагирует капризная. Чуть не такая вода, чуть не та температура, еще что-то поменялось, сразу человек без причин начинает чесаться, зудеть. Вот этот шампунь бессульфатный. Но пожалуйста про бессульфатный шампунь помните, я думаю вы со мной согласитесь, что бессульфатные шампуни хороши, конечно. Они очень мягкие, они бережные, но если кожа головы реально очень жирная и на ней чуть-чуть образуются перхоти, какие-то такие неприятности, все-таки увлекаться бессульфатными шампунями не стоит. нужно хотя бы раз в неделю использовать шампунь для глубокой очистки, а лучше всего пилинг для кожи головы, потому что вот это стремление ко всему бессульфатному, бессиликоновому, без-без-без-без-без, оно не учитывает особенности нашего доброводной воды и все-таки лучше. Потому что если мы будем постоянно мыть голову бессульфатным шампунем, то есть хронически капитально не промывать кожу головы, вот эти опять же наши любимые грибки малосредия размножаются, а продукты их жизнедеятельности вызывают очень сильное раздражение, перхоть может дойти до самых-самых сильных неприятностей. Поэтому сульфатный шампунь может быть в каких-то регионах хорошо сработает, но нужно смотреть на паш той водопроводной воды, которая именно в вашем регионе. В Москве, например, паш водопроводной воды 9, очень щелочная. И здесь хороши бесщелочные шампуни, потому что они балансируют. Если чуть не тот шампунь подберешь, будешь чесаться, потому что так щелоч, щелоч, щелоч. Поэтому здесь хорошо кислотные шампуни работают, бесщелочные. А если, например, возьмем какой-то регион, где очень мягкая вода, там не сработает ни бессульфатный, ни бесщелочной шампунь, потому что будет ощущение, что ты моешь голову, моешь, моешь, она вообще не промывается. Поэтому какая вода, какая кожа головы. Но вот этот шампунь, он как раз такой супер-супер мягкий для тех, кто любит все натурально. И я бы сказала, что такой шампунь знаете, кому подойдет? У кого бывают такие уникальные люди, которым достаточно голову мыть один раз в неделю. У них прекрасная свежая голова, все хорошо, волосы, как правило, вьющиеся, кудрявые. Им не нужно каждый день голову мыть. У них прекрасно все. Вот для таких людей этот шампунь идеальный. мягкий, они объем не потеряют, оставят свои кудри красивыми, волнистыми. Вот для таких людей. Опять же, для любителей натурального. Шампунь против пекоти. Ну, здесь как бы все очевидно. Здесь очень низкий PH, 4,5, 5,5. Он идет в одном объеме 530 мл. Он прям охлаждает. Он с ментолом. Его поэтому автоматически рекомендуют мужчинам, потому что здесь антисептик, здесь климбазол для того, чтобы убрать все вот эти проявления как раз перхоти, зуда, очень хорошо очищают, убирают перхоти, экзему. В общем, сиборейный дерматит, я бы не сказала, что убирают, потому что все-таки это уже кожное заболевание. Но для того, чтобы как-то отрегулировать жирность головы и не так часто мыть, такой шампунь периодически можно применять. Он прям охлаждает, это имейте в виду, не всем это нравится. Уж с жарой нравилось. Сейчас, может, это уже не очень нравится. Поэтому такой шампунь, он специфический для конкретной проблемы. И сделан, кстати, по традиционным корейским рецептам, которые у них древние-древние, на традиционных таких особых травах. Вот еще один шампунь и бальзам и опять без силикона. Но этот шампунь и бальзам без силикона он как раз для любителей эко, зеленые, вот эта вся такая повестка, чтобы все максимально натурально. Имейте в виду, пожалуйста, что он не пенится сильно, потому что он весь на натуральных компонентах, а пенообразующие компоненты, они, как правило, синтетического происхождения не совсем натурального. Поэтому здесь много разных трав, которые очень мягкие, очень минимальное воздействие какое-то, агрессивное. Но если вы, опять же, сиболей, с жирной кожей головы, с пекартью, я бы не рекомендовала вот эти вот продукты, потому что они уж очень мягкие, вы не почувствуете, что они прям глубоко очищение и так далее. Опять же, самая целевая аудитория этих продуктов, наверное, тех, у кого не проблемная кожа головы, сухая кожа головы, и вот, может быть, я ошибаюсь, но чаще всего у таких людей волнистые волосы, либо прям кудрявые, либо волнистые. Но там сам волос у кудрявых людей растет под другим углом, нежели у людей, у кого прямые волосы. Это тоже почему-то дает результат на какой тип кожи головы. Тисто мое наблюдение, вы, может быть, профессионалы мне возразите или поделитесь. Вот сколько я смотрела, когда у людей волнистые волосы, кудрявые, у них нет потребности каждый день голову мыть, у них так она не жирнится, потому что под другом волосы растет. Не вот так, а чуть-чуть как бы под углом. Поэтому они сразу покидывающиеся. Ну или те люди, которые от влажной погоды сразу начинают кудрявиться. Есть же такие люди. Вот у них другой волос и другая кожа головы. Конечно, большая часть людей стараются мыть голову каждый день или через день, потому что считают, что их кожа головы жирная. Надо ее мыть. Вот этот любимый вид, что я, когда маленькая была, один раз в неделю голову мыла. Все было хорошо. Потом стала чаще мыть и все. Теперь надо постоянно мыть. Сейчас я переучу кожу головы и буду опять раз в неделю мыть. А то, видишь, как она избаловалась. Я сколько наблюдала таких историй, но что в итоге человек ходит все время с грязной головой. Кожа головы не переучивается на то, чтобы ах, вот я избаловалась. Потому что это работа гормонов, это работа сальных желез. Если голова грязная, ее надо мыть и мыть хорошенько, чтобы кожа головы действительно была очищена, чтобы там никакие продукты неженедельцы ничьи не скопились. Шампунь для волос хной укрепляющий. Этот шампунь, а у меня там он стоит, он тоже очень мягкий, он тоже действует против перхоти, содержит противогрибковые бактерицидные вещества, это пероктоналамин. Он очень хорошо работает на любой кожи головы, у кого действительно сухость, зуд, кто чешется от любых шампуней. Есть такая категория, чуть что не так, начинает чесаться. Этот шампунь хорошее спасение, его стоит попробовать, он небольшого объема, он тоже без силикона, не будет волосы сушить, но все-таки после него нужно какой-то кондиционер либо несмывашку использовать. Шампунь против выводения волос, он есть в тубе, в объеме 200 мл, есть в объеме 530 мл, он бессульфатный, с фантенолом, с салицилкой, очень хорошо укрепляет, он как раз, несмотря на то, что он бессульфатный, очень хорошо глубоко очищает кожу головы, он укрепляющий, поначалу, когда начнете его использовать, будут волосы, казаться, выпадают сильнее, просто начинаем избавляться от того, что уже умерло. Если они прошли фазу, которая уже должна была быть пройдена, то, что должно было выпасть, уже выпало. Знаете, такой есть секретик, ну, не то, что секретик, индикатор, вот когда мы берем вот так вот волосы, да, вот он волос, и смотрим на корешок, смотрим на корешок, как бы то, что в голове было. Если этот корешок темненький, этот волос еще был в живой фазе, его рановато, он выпал, что-то не то, нужно укреплять волосы. Но если корешок белый, он уже отжил свое, ему пришло время выпасть. Корешок должен быть. Если корешка нет, волосы отлавываются. Это плохо. Значит, по всему полотну они сухие. Вот. И когда вот мы расчесываем, расчесываем, видим, что все корешки белые, значит, это пришло, пришло такое время, кожа головы избавится от старых волос, и подобные шампуни усиливают кровообращение и помогают бороться вот с этим таким моментом жизни для того, чтобы волосы хорошо бы очищались, но были бы не ломкими, не отламывались так, чтобы все-таки корешки были, когда мы их расчесываем. Шампунь есть и такой в разных объемах, но есть еще и кондиционер, имеете в виду, просто в дополнение. Но вот этот шампунь именно для того, чтобы пережить такой момент выпадения и быстрее этот там пройти. Вот этот шампунь, и маска, это именно маска, на основе глины и морских минералов. Очень хорошо они убирают жирную кожу головы мужчинам, подросткам, женщинам, вообще всем, у кого кожа головы очень-очень жирная. Здесь кислый состав, поэтому будет хорошее увлажнение и будет очень сильно абсорбаться. И вот эта парочка позволит мыть голову реже. Конечно, обязательно по два раза намыливаем, тщательно намыливаем, смываем за счет того, что здесь глина, будет впитывание излишков кожного сала. Лучше, конечно, в паре, но можно и по отдельности. Тут уже не принципиально. А вот это парочка, шампунь для волос с травяной слабокислой, он есть вот такой шампунь, есть бальзам, херболизм. Он тоже слабокислотный, и вы знаете, опять же, это уже по отзывам и покупатели, и по опыту скажу, что вот эти шампуни, помимо того, что очень хорошо очищают кожу головы, здесь очень кислый состав, они идеальны для тех, кто хочет отрастить длину. У кого волосы именно по длине ломкие, волосы сами сухие. То есть кожа головы нормальная или жирная, волосы растишь, 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 они дорастают до плеч условно, а потом просто отламываются. Человек не может отрастить, потому что при расчесывании отламываются, либо еще что-то с ними происходит. Вот эта серия шампунь и бальзам, они помогают отрастить именно длину, потому что здесь вот эти вот травы, аминокислоты, там 20 аминокислот, которые будут смягчать, сделать волосы эластичным, гибким, они не дадут обломаться. То есть есть шанс отрастить не только до плеч, а хотя бы ниже лопаток. Вот эта линейка поэтому для тех, кто хочет отрастить длину. Конечно, это больше линейка домашняя, она безопасная, без силиконов, сульфатов, когда волосы слабые. Вот есть такие волосы, для антеновских людей, которые не могут отрастить волосы длиннее, чем вот плечи. Все, дальше это не волосы, а не пойми что, потому что я их тупо выдираю, когда расчесываю. Они слабые по длине, тонкие и слабые. Поэтому всегда учитывайте, кому вы рекомендуете тот или иной продукт. Много нюансов. Даже если волос не окрашен, он сам по себе слабый, тонкий, никакой. Из-за этого он еще будет путаться. Хотя вроде бы вот тот, он крепкий. А если волос, например, он плотный, густой, он не отламывается, он топорщится. Там будут нужны другие продукты, как, например, кислоты и кондиционер. И вот вам такая, опять же, сравнительная табличка, как подсказка, если что бы, чтобы вы посмотрели. Для кого, для чего, какие ключевые особенности. Вы можете себе эти таблички распечатать, чтобы в ней листать всю презентацию и так бы подглядывать, с понятелем, что, куда, и кому, и чего. и так же по кондиционерам. Просто здесь шампуни у вас больше в ассортименте, кондиционер чуть меньше, поэтому две разные таблички. Есть такая категория шампунь для волос и кондиционер, маска, вернее, с яблочным уксусом. Очень популярны. Вот эти два продукта, они, в первую очередь, для чего? Для суперглянцевого ухода. Вот вы наносите, чтобы у вас волосы, опять же, были блестящие, блестящие. Яблочный уксус, как раз так и работает, потому что всегда ополаскивают во все времена уксусом, и волосы получались и хорошо расчесанные, и очень блестящие. Это действительно распространяет просто запах уксуса на волосах. Он мало кому нравится. А здесь такого запах уксуса, естественно, нет. Он закрыт другими косметическими компонентами, но вы получаете красивый такой эффект глянцевых-глянцевых волос. И за счет того, что все-таки это кислотный шампунь, он тоже будет очень хорошо действовать на коже головы. В двух объемах. Это, по-моему, даже были пробники. Если что, можно брать пробники и посмотреть, какая реакция идет в волосах. Не обязательно шампунь и кондиционер брать в паре, можно что-то одно. Ну, либо совмещать. Термозащитный спрей. Вот он тоже водный. Он с коллагеном, с растениями, с 20-ти аминокислотами. Вот у меня лично ощущение сложилось, что это тот самый филлер, но в виде такого спрея. То есть, если вы не хотите возиться с мисочками, с эмульсиями, с шапочками, с нагреванием, ну, не хотите, вот и все, потому что вы торопитесь. Вы просто используете подобный спрей. Он термозащитный. От утюжков, от фена, от горячего, от всего этого он защитит. Вообще, для всех типов волос подходит. Здесь нет никаких ограничений. Видите, он прям вода-вода. Это не масло, не эссенция, а такой жидкий, очень спрей. Поэтому он быстро высыхает, моментально впитывается и дает мощную защиту. Вот она защита. Наносим. 10 сантиметров. Переборщить, кстати, с ним не то, что легко. Нет, не переборщите. Вы почувствуете, что все уже хорош. И как я рассказывала, что когда используем подобный спрей, я сейчас дойду, до следующего расскажу, ладно. Вы можете использовать это вообще на всех типов волос, независимые тремени, не переборщительные. Есть еще вот такая эссенция, про нее я хотела рассказать. Она двухфазная. Конечно, перед использованием вы встряхиваете две фазы, чтобы они смешались. Здесь и масляная фаза, которая будет увлажнять волосы, смягчать, делать их более гибкими. И водная, которая будет разглаживать. Это кератиновый спрей с кератином и маслом. Очень большой объем. Очень. Я не знаю, на сколько хватит за обычную длину. Вот такой спрей, так же, как и этот, на самом деле, можно рекомендовать не только людям с тонкой, с красными волосами, с окрашенными. Еще, опять же, из опыта скажу, когда вот у маленьких девочек, шестилетних, волосы длинные, тонкие, путающиеся, их пытаешься расчесать, они плачут, потому что им дергаешь. Вот когда-то были подобные спреи маленькой прецессы, мне кажется, назывались. Брызгаешь подобные продукты, волосы очень легко расчесываются, не путаются. Идеально для тонких волос. Только учитывайте, что за счет того, что здесь есть разглаживающие компоненты, когда вы используете ванной, на пол, на плитку, все это набрызгается, вы можете подсказнуться и упасть. Это имейте в виду. Опять же, это говорю из опыта. А так разглаживают потрясающе. Вы несколько пшиков сделали. Вот с этим спреем, кстати, переборщить легко, потому что здесь масло есть в основе, нанесли, очень легко все расчесалось, укладывайте. Конечно, этот спрей тоже дает термозащиту. Я бы вот этот спрей, знаете, когда еще рекомендовала, если вы едете на море и знаете, что море высушивает ваши волосы, соль, солнце, убивает, просто в солому превращает, прям побрызгайте, как следует. И дальше спокойно загораетесь, купаетесь, волосы не повредятся, не высушатся, будут в порядке, наоборот, даже будет еще лучше. Поэтому это хорошая защита за счет того, что масло будет обволакивать каждый волосок, они будут выглядеть идеально. Ну и, соответственно, перед любыми термоукладками, латышок, фен и так далее. И вот вам, опять же, сравнительная табличка вот этих продуктов. Чтобы у вас всегда была только кость. Шампунь оттеночный. Здесь два вида шампуня. Есть вот такой вот серебристый, для того, чтобы выбрать желтый оттенок. Но я здесь думаю, какой-то сенсации во мне откроет. Именно для окрашенных волос, для светлых, для седых, чтобы брать такой ржавый оттенок. У нас водопроводные трубы в старых домах, к сожалению, несут, помимо того, что несут воду нам, они несут в эту ржавость, которая окрашивает и дает некрасивый, теплый тон, который мы пытаемся всячески вывести. Будь я там шоколадный какой-то, холодный себе сделала цвет, либо блонд, и получает какой-то нехрасивый, рыжий оттенок. И хочется от него избавиться. Вот такие подобные шапуни нужны. Даже если вы не блондинка, а просто вы хотите подержать холодный тон волос, вот подобные шапуни нам очень хорошо работают. Потому что нейтрализуют вот эту желтизну, медь, ржавость, красноту, кто так называет. Как часто используют? Ну, один раз в неделю оттеночный шапунь достаточно. Наносим, массируем как следует, оставляем минут на пять максимум и смываем, получаем красивый, блестящий, такие, холодного оттенка волосы. На седых, на светлых. И такой же шампунь есть вот уже с фиолетовым потоном. У него гелевая текстура у шампуня, поэтому он очень хорошо распределяется, очень ровно. Конечно, для блондинок вообще шикарно. Шампунь может окрашивать руки и плотенца, как и любое. Все фиолетовое, вы это имеете в виду, поэтому какие-то, какую-то технику безопасности надо соблюдать. Вот есть шампунь и такой же кондиционер, маска, кондиционер. Используется в зависимости от того, насколько ржавые трубы. Шучу, конечно. Использовать один-два раза в неделю, ну, как быстро волосы теряют вот этот холодный подтон. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Ну, просто есть, ну, я в Сталинке, старые дома, шикарные дома, но трубы там. И продукция для укладки волос. Какие я покажу вам масла. Деваемся. Это такие четыре масла, которые имеют одинаковый состав, но имеют разный аромат. Сейчас еще зелененько захочу. Вот. Но имеют разный аромат. В составе кератин, витамины, масло авокадо. Просто разные ароматы. Я жалко очень, что не могу вам передать какое-то это волшебство, потому что вы бы тоже со мной вместе пахали в хорошем смысле. масла для волос с ароматом апельсина. Пита, пита, пита. Наша любимая пита. Вот. Они вот такие жиденькие, с пипеткой, довольно экономные. То есть, если бы на себя использовала, я бы даже одну пипетку не использовала, потому что это было бы много. распределяем в ладошки и проходимся по кончикам волос. Но я бы еще полотно тоже захватила, чтобы сделать волосы очень гладкими. Вот такого объема 30 миллилитров это. Мне хватит точно на один год, потому что расход экономичный. Они, эти масла очень скользкие, прекрасно распределяются. Но самое главное, они дают какой-то невероятный аромат. И он держится. Мы проверяли. Он держится ни час, ни два. Он держится, пока на вас это масло. Это масло идеально для тонких волос. Все эти виды масла. Так, это у нас был пита. Далее, точно такое же масло, но с ароматом хиноки. Хиноки – это такой японский кипарис, поэтому аромат чуть-чуть как будто бы древесный такой. Сложно даже передать. Он какое-то, по ощущению, вот это масло как будто более густое. Тоже очень приятно. Вот какой-то натурально, природно, древесный, очень приятный. Тут, знаете, вообще, когда мы говорим ароматы, ведь кому-то может быть не они приятные, кому-то скажет, фу, не любят мускус или амбру. Да в это надо смотреть. Масло со смантусом. Оно тоже, я даже не буду, я как парфюмер пытаться передать, для меня какие-то ароматы супер женственные, какие-то супер свежие, какие-то очень-очень такие молодящие. Вот это, у нас абсолютный хит вот это вот масло с ароматом зеленой розы. Это весна, это молодость, это 16 лет, это, я не знаю, это любовь. Вот просто пока у нас в фаворитах именно зеленое масло с зеленой розой. Посмотрите, потому что очень много восприятий зависит от погоды, от погодных условий, от того, какая температура, там, где этот аромат мы слушаем, и от самого человека, потому что, еще раз, восприятие аромата сугубо индивидуальная реакция, просто имейте в виду, что вот эти четыре масла, они все парфюмированы, просто с разными ароматами, и используем как любое масло, для того, чтобы защитить кончики и сделать волосы максимально привлекательными. Все эти масла можно смешивать с любыми этими несмывашками, кондиционерами, лосьонами, то есть нормально, когда мы, например, используем какой-то бальзам для волос, туда добавляем несколько капель масла и делаем кондиционер, еще и парфюмировал, так тоже можно. Здесь полная свобода действий, как вам хочется, как вам кажется, будет лучше, это, пожалуйста, делайте. И органовое масло, конечно же, потерял я его. Не-не-не, коричневое. Куда-то задлил, сейчас секундочку, оно, да-да-да, органовое масло, традиционное марокканское органовое масло, оно идет с дозатором, просто он не отдельно. Это масло традиционное, восточное, очень насыщенное, очень густое, вот этого флакона, я не знаю, на сколько миллионов лет хватит, потому что сколько ниогановых масел было, очень экономичный расход, потому что масло плотное, густое, хорошо распределяется, и на обычную вот волосы нужно микрокаплю, на волосы погуще, подлиннее, но две капли, и даже вот такого объема 100 миллилитров хватит на интенсивный уход, даже если каждый день укладывать, наносить, все равно хватит надолго вот этого масла, вот дозатор. Поэтому имейте в виду, что это масло экономичное, премиального качества, натуральное марокканское органовое масло. Продолжение следует...